Начать с истории. В одной семье родился мальчик, но это была непростая семья. В этой семье папа был профессиональный вор, и ему предлагали стать вором в законе, но так как у него была семья, то он на это не пошел, он сказал, что он по правилам не мог этого сделать. Мама этого мальчика, она торговала героином, и этот мальчик рос в криминальной семье, в криминальной среде. Когда он стал подростком, он начал заниматься спортом, и он стал в юношеской, ну, я не знаю, в юношеской или какой, он стал чемпионом Европы по боксу, представляете? Хорошая карьера. Представляете, из такой семьи тяжелой, неблагополучной он стал таким успешным человеком, но так как у него было вот это влияние постоянное на него, воровское, и влияние быстрых денег, которые там связаны были с наркотиками, то он в итоге организовал свою преступную группировку, и он занимался криминалом, это еще в лихие 90-е были, и их группировку поймали, их посадили в тюрьму, и приговорили к смертной казни всех участников группировки, потому что у них были очень жестокие, ну, видимо, такие статьи были. И вот этот человек, о котором я рассказываю, он в тот момент узнал о Боге, впервые услышал о Боге, и он молился о том, что, «Господи, если Ты есть, то спаси меня и вытащи меня из тюрьмы, и если Ты меня вытащишь из тюрьмы, то я посвящу свою жизнь Тебе». Тема, которую я сегодня хочу с вами рассмотреть – молитва без веры. Вообще, когда человек молится, он верит во что-то, когда он молится, так или не верит? Было ли у вас в жизни, когда вы молитесь, но при этом веры у вас недостаточно? И вы понимаете, что, «Господи, дай мне здоровье», или там вот, например, кто-то там при смерти, да, Боже, пусть он выживет, да, раз человек умирает, и вы сами не верите, да, я не верил, я уже не знаю. Или наоборот, вы как-то обращаетесь, но при этом вы понимаете. Вы же знаете, стих в Библии, где говорится о том, что без веры Богу угодить невозможно. И с другой стороны, вообще молитва. Что делать, когда понимаешь безвыходные ситуации, понимаешь, что нужно молиться, просить Бога о помощи, молишься, но веры при этом не имеешь? Будет ли услышана такая молитва? Итак, тема, которую мы сегодня рассматриваем, это уже 16-я часть «Как управлять судьбой». Молитва без веры. Будет ли услышана она Богом? И я предлагаю вам прочитать историю, которая записана в Бытие, 43-й главе, с 11 по 13 стих. Израиль-отец сказал им, если так, то вот что сделайте. Вы помните, это продолжение истории про Иосифа, когда израильтяне, ну, Израиль-отец, да, отправляет сыновей в Египет. В Египте они пытаются купить хлеб, но хлеб не покупают, ну, как бы они покупают его. Но Симеон остается в тюрьме, они возвращаются в это время без Симеона и возвращаются к отцу и говорят, дай нам еще отпусти младшего сына. Он говорит, что не отпущу, они остаются в голоде, проходит время, они вынуждены покориться обстоятельствам. И он в итоге говорит, хорошо, едите. Вот теперь вот этот диалог, да, с 11 стиха. Израиль-отец их сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзам и несколько меду, стеракса и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр, и брата вашего возьмите, и встав, пойдите опять к человеку тому. И дальше вот этот интересный момент. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 14 стих. Бог же всемогущий. Когда вы говорите, что Бог всемогущий, вы, знаете, вот зачем он упомянул, что Бог всемогущий? О чем это говорит? Ну, представьте, вот Иаков молится, да, и говорит, пусть Бог вас благословит. Если бы он сказал, вот Бог милующий, пусть он будет с вами, помилует вас, да, а он говорит всемогущий. О чем это говорит, когда он всемогущий? Что у него вся сила и всемогущество, то есть он может все, да, и он говорит, Бог всемогущий додаст вам найти милость у этого человека, чтобы он отпустил вам другого брата вашего, и Вениамина. А мне, вот теперь внимание, да, а мне, если уж суждено быть бездетным, то буду бездетным. Как вы это понимаете? Зачем он это говорит вообще? Если он верит в то, что Бог освободит или не верит? Если он верит, что Бог освободит, он говорит, дети, пусть Бог благословит, пусть у вас все получится. И все, я на этом замолчал бы. Это лучше же было бы, чем если они такие, спасибо, папа, только раздавшись, а если не отпустят, то уже буду бездетным и без вас, и без всех, ну, идите. И ты думаешь, слушай, а зачем же он это сказал? Если бы он уже сказал, что благословит, то благословит. Или уж сказал бы, что, ну, я вообще-то не верю, поэтому, и вот этот момент, что это было? Вам нравится такая молитва вообще? Не похоже она на вашу молитву? Когда мы молимся о чем-то, мы говорим, Господи, помоги мне там вот, я так верю, что ты можешь помочь, но в то же время, я сомневаюсь, что ты мне поможешь. Нет, просто, скорее всего, он готов, наверное, к любому исходу. Так это о чем говорит, да? Что он готов к любому исходу, но зачем тогда молиться? Можно сказать, Боже, пусть, да будет твоя воля на все. Все, дети, идите, и да будет воля Божья с вами, правильно? Или как он говорит? Или он же понимает, что ему надо, да? Что все вернулись, что все живы-здоровы. Или как вы молитесь? Если вы молитесь, да будет все как вот? Ну, сначала желание сердца какого-то, что ты сам хочешь. Ага. А в конце он, ну, если нет, то ослаботься. Хорошо, спасибо. Ну, ты в конце потом напомни мне эту мысль. Итак, проанализируем, что говорит Яков. Первая часть напутственной речи Якова. Он ссылается на всемогущего Бога. О том, чтобы Бог расположил сердце с этого наместника фараона, чтобы был успех, Симеон вернулся, все нормально. А вторая часть напутственной речи. А если ничего не получится, ну, тогда уже все. Ну, вы тогда погибнете, и я погибну. И все. И буду бездетным, и все умрем. И вот такая вот как бы вторая часть очень печальная. Итак, почему в напутстве и благословении Яков говорит вторую часть о неудаче? Почему он об этом говорит? Как вы думаете? Это так правильно вообще? Должно так быть? Это похоже на молитву веры? Представьте, вот представьте, что вы на месте этого Якова, да? Что происходит в вашем сердце? Первое, да, вот такие размышления. Яков верит, что Бог всемогущий и может решить его проблему. Верит он теоретически? Он же упоминает, он говорит, всемогущий Бог, да? Зачем вообще говорить об этом? Представьте, он говорит, так, ребята, ну, хорошо, идете, идите, да? Он вспоминает, что нет, все-таки же есть Бог. И он говорит, послушайте, пусть Бог вас благословит. То есть он как бы верит. Второй момент. Яков сомневается, что Бог будет решать его проблему. Я почему это разбираю? Это же то, что переживаем мы с вами. Когда мы о чем-то молимся, мы же знаем, что есть Бог всемогущий. Знаем. Но при этом допускаем сомнения, что Бог будет решать мою проблему. Ну, может, кому-то он и решит, но мне-то, да, обо мне он и не знает, может быть. А может быть, и не будет решать мою проблему. А может быть, и вот это состояние такое, да? И Иаков в своем сердце, то, о чем сказал Сережа, да, в принципе, наверное, если так вот говорить, он же имел опыт с Богом, да, то он в своем сердце допускает мысль, что что бы ни произошло, ну, уже пусть уже там Бог все это контролирует. Но нам всегда по-человечески хочется большего. А хочет ли Бог, чтобы это большее было в нашей жизни? Итак, готовы ли мы принять от Бога любой исход событий? Мне написал один молодой человек, он мне пишет, у меня такой опыт пережил вообще, разочарование в Боге. Представляете, начало такое, вас уже бы настроило на что-то такое, серьезно, да? Я пережил разочарование в Боге. И он написывает, мне предложили провести служение, я должен был быть ведущим. И я с вечера попросил, Господи, разбуди меня пораньше. Лег спать и проснулся, когда уже служение шло, в разгаре было. Как можно доверять теперь Богу, что он меня не разбудил, он мне говорит. Я говорю, а вы будильник не пробовали ставить? Он говорит, ну я же Богу сказал, что, Боже, ты меня разбуди, я как бы договорился с Богом. А он меня подвел, вот так вот. И он говорит, как можно теперь доверять Богу? Я в этот момент, ну первое, да, он мне саркатично так прозвучал. Я думаю, слушай, ну интересно, там Богу предъявляют, да, что, ну, на работу опоздал бы. Да, так, Боже, ты меня не разбудил, поэтому я не встал. Так, а будильник, а какие-то возможности, да? А с другой стороны, я думаю, подожди, ну это же глубокая мысль, да, отчасти. Да, вот то, о чем он говорит, о чем этот парень говорит, да? Что я доверился Богу. Я ему сказал, Боже, пожалуйста, вот решила так-то, вот так-то. Произошло не так, как я планировал, то теперь я должен разочароваться в Боге, или я должен принять это как ответ от Бога. Ты же понимаете, как можно отреагировать, да? Вот ты молишься, что, Боже, вот я там, завтра мне надо на работу, я еду, ты, пожалуйста, благослови, чтобы на работу не опоздал, на машину, там, на автобус, на какой-то, да? И вдруг ты опоздал. Ты можешь понять, что вот это действительно был Божий план? Можешь такое определение? Сколько таких случаев было, я помню, пример приводил, да, что люди опаздывали на самолет, и самолет разбивался, да? Но когда они опоздали на самолет, они испытывали радость или переживание? Я думаю, там, да, кто-то волосы рвал, может, на голове, да, там, и возмущался, и кричал. А потом от радости уже, ну, он уже причесывался, да, чтобы там пару осталось, волосин, то он уже рад тому, что осталось. Так вот, в нашей жизни, когда что-то происходит не так, как мы хотим, но мы просили о том, чтобы Бог вмешался, то любой исход, это будет уже Божья водительство. Легко с этим согласиться или нет? Ну, верующим легко, да, конечно, что вы сомневаетесь еще, да? А вот есть же такое сердце, когда ты еще колеблешься, и ты думаешь, а услышит Бог или не услышит? И вот вопрос, можно ли молиться без веры? И дьявол все равно, знаете, что дьявол говорит? Да это бесполезно, какой смысл? Я помню, как однажды я услышал такое выражение, что молитва доходит только до потолка, дальше не поднимается. Вы слышали такое выражение? Ну же, твоя молитва так, воздух сотрясать, ты там поговорил, поговорил сам с собой, да, вообще неизвестно. Может, тебе уже болезнь какая-то, да, там молитва, не молитва, не назовешь ее, да? Но Бог учит нас, что молитва, обращенная к Нему, она дает нам успех. Независимо от того, произойдет так, как мы запланировали, или так произойдет, как Бог запланировал. Но вопрос стоит, что может ли наши противоречить наши взгляды с Божьим планом? Хорошо. Если я доверяю Богу, то Он обязан сделать, как я хочу, или Ему все-таки доверяю, независимо от исхода событий. Вот это очень важный момент, который я хочу, чтобы вы тоже подумали об этом, да? Есть еще одна другая библейская история, которую вы тоже все хорошо знаете. Она записана в Марка 9 главе, 14 по 24 стих. Помните, когда Христос был на горе Преображения, и потом он спускается, и вдруг слышит какой-то спор, кто-то там кричит, что-то какие-то разборки, бегают, кричат. И вот что происходит там. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ним. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и подбегая, приветствовали его. Он спросил книжникам, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрижечет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. И отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел, вот тут дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства, и многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами, помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи». А что дальше он сказал? Помните? «Помоги моему неверию». Вот, как вам такая молитва тоже? Мы говорим, с одной стороны, «Верую, Господи», а потом говорю, «Помоги моему неверию». И вот давайте разберем теперь ее. Одны, как бы две части молитвы. Первая, «Верую, Господи», и вторая часть, «Помоги моему неверию». Зачем он продолжает? Мог же он сказать, «Верую, Господи». Ну, если бы не верил, он бы пришел к Иисусу вообще или нет? Давайте разбираться. Если бы он не верил, он бы не пришел, правильно? Вы же об этом имеете туда, когда вы говорите, да? Или как? Ну, если он пришел к Иисусу, он верил или не верил? Верую, это будет заинтересно. Заинтересно? Ну, попробуй. Ну, если даже интерес, то это же, наверное, уже что ты на что-то надеешься, правильно? Интересно в чем заключается? И вот получается, что он со своей стороны вроде бы как верит, но в то же время, когда он заглядывает в свое сердце, он понимает, что какая у него там вера – нулевая. То есть веры как таковой и нет. И в этот момент… Да вообще, про кого это история, друзья? Когда мы читаем библейские истории, то про кого эти истории? Про нас. Очень хочется, чтобы мы увидели себя вот в этих людях, которые пришли, которые молятся, веры не имеют, и у нас сомнения, что нас Бог, наверное, и не слышит. Я тому же и молюсь, но она такая молитва, она бесполезна. Но я хочу вас заверить, друзья, что если мы пришли к Иисусу, и мы молимся, даже без веры, то Бог благословит нас. И так. Если что можешь, жалься над нами. Я хочу прочитать цитату из «Желания веков» в Вестнице Божьей. Она очень подробно описывает, что же там происходило. Если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Сколько людей, отягченные грехами, повторяют эту молитву. И Спаситель полной жалости всем отвечает. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вера соединяет нас с небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог дарует нам средства господствовать над каждым греховным побуждением. Представляете? Над каждым Бог дает нам победу, но при этом мы должны прийти к Нему. Итак, сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им недостает вера, и потому не решаются приблизиться ко Христу. То есть дьявол делает все, чтобы убедить человека, что Бог не будет его слушать, что Бог не ответит на его молитву, что бесполезно молиться. Но если мы придем к Нему, то мы обязательно получим ответ. И вот продолжение цитаты. «Пусть эти души беспомощные и недостойные полагаются на милость сострадательного Спасителя. Взирайте не на себя, а на Христа. Тот, кто исцелял больных и изгонял бесов, когда был среди людей, и сегодня остается таким же могущественным искупителем. Вера приходит через Слово Божье. Тогда держитесь его обетование, приходящего ко мне не изгони вон. Припадите к его стопам с криком «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Вы никогда не погибнете, пока будете поступать так. Никогда. Вы представляете, какая цитата или инойная потрясающая? Если мы со своей стороны придем к Иисусу и скажем «Господи, помоги мне, даже нету веры, помоги моему неверию», она говорит «Вы никогда не погибнете, но вы будете победителем». Никогда вы не проиграете. Какое великое обетование, да? И Иисус, видя, что сбегается, народ запретил духу нечистому, видя вот эту веру Отца, которая, казалось бы, такая шаткая. И раньше, я думал, воспринимал вот эту его молитву, как проявление слабости. То есть можно сказать «Да зачем ты об этом говоришь? Лучше промолчи, потому что это запишут за тобой, потом все поколения будут знать». Но этот Отец проявил веру и искренность. Вот это то, что очень важно, чтобы мы в молитве искренне говорили Богу то, что у нас на сердце. Что, Господи, да я, да, я знаю, что вроде бы, я надеюсь, что это, но веры у меня нет. Я хотел бы, но у меня не получается. Поможет нам тогда Господь? Конечно, поможет. Это, знаете, как иллюстрация, ребенок придет, да, и папа скажет, «Дай, я тебе помогу». Он говорит, я сам справлюсь, да. Он уже понимает, что он не справится. Или он скажет, папа, мне не получается, помоги мне, пожалуйста. Что отец скажет, да? Или дочерь, если скажет, дочь скажет, я стараюсь, но мне не получается. Конечно же, отец поможет. То же самое мы, когда у нас что-то не получается, говоришь, «Господи, мне веры не хватает, и я сомневаюсь в себе, ну ты, пожалуйста, помоги мне, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, а повелеваете, выйди из него, и впредь не входи в него». И вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. А если бы отец страдающего юноши, понимая, что веры у него недостаточно, постеснялся бы или побоялся бы обратиться к Иисусу Христу за помощью? Получил ли бы его сын исцеление? Как вы думаете? Вот эта библейская история, она нас учит тому, что даже если у нас веры нет, но мы проявим, пойдем ко Христу, придем ко Христу, и скажем ему то, что у нас на сердце, то он сможет дать нам спасение. Представляете, исцеление, спасение, защиту. Не стесняйтесь, не бойтесь обращаться к Богу за помощью, даже если у вас мало веры или есть сомнения. Есть такая иллюстрация, вы помните, все в Малахии записаны, когда Бог говорит, испытайте меня. Вот со своей стороны Господь настолько милостив, что он говорит, ну ты вот, ну ты попробуй, просто попробуй. И вот он говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в дом моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолю ли на вас благословение до избытка. Вы пробовали эксперименты, проводили в своей жизни? Когда возвращая десятины, вы понимаете, что вы верой отпускаете эти средства Богу, а потом Бог приумножает и дает вам и здоровье, и финансовый успех, и в вопросах, и карьерного роста, и что угодно. Если мы верны в этом, то Бог, он говорит, испытайте, вы получите. И я пережил недавно такой опыт. Однажды я услышал одну историю, один наш брат, бизнесмен один, он рассказал на братской встрече, у нас была встреча ОСИ предпринимателей-адвентистов, и он говорит, ребята, вы знаете, представьте, на богослужение я всегда с собой откладываю деньги на пожертвование. Такую приличную сумму откладываю. И он говорит, я отложил сумму на пожертвование, и вот начинается богослужение, я руку засовываю в карман, и перепутал карман. И засовывал не в тот карман, где у меня деньги на пожертвование были, а в тот карман, который я просто с собой носил деньги, и так, то туда, то сюда, он достаточно обеспеченный человек. И он говорит, это стоит такая пачка денег. Несколько раз больше, чем было отложено на пожертвование. И в этот момент ему мысль такая, случайно ты их вытащил или не случайно, готов ты их пожертвовать или нет? И он посмотрел на эту пачку, и такой, и закончил историю. А чем же история-то закончилась? он чем закончить эти в карман назад положил те достал который приготовил и пожертвовал то что приготовил ну вот с волю как бы маловерия маловерия проявил потому что ну все же богу принадлежит казалось бы да но в этот момент можно было и больше пожертвовать и он когда рассказал эту историю я когда услышал я думаю надо же интересно как бы я себя повел а как бы вы себя повели друзья вот если вы оказались этой ситуации как бы у себя повели самое интересное что это мы сашей в котре были и у нас было богослужение субботней школы я вот субботней школы расскажу саша такая история была он там сидели в кругу его взять вот этот брат и вот он там одни деньги приготовил другие на пожертвования там и вот все это история сказал грудь видите он тогда не проявил я говорю вот мы же каждый отвечаем за те финансы которые мы имеем и потом мы с этим поговорили помолились на субботней школе заходим на богослужение и там начинает сбор добровольных пожертвований я достаю там отложил какую-то сумму денег какой-то приличный там я считаю что достаточно там я не знаю там не буду называть даже цифру но такая хорошая сумма и в этот момент мой сын сидит у меня на руках и лезет ко мне в пиджак и находит мою заначку 80 евро находит вы представляете и он даже смотри папа что я нашел а в этом моем пожертвования идут с корзиночками я думаю я готова че пожертвовать эти я и вру сынок ты молодец конечно же вовремя ты как залез ко мне на руки да еще и залез ко мне в кого никогда такого не было раньше него знаете прям целенаправленно я в этот момент думаю это случайно или не случайно как вы думаете случайно было или нет испытывает google спать нашу верность вообще или нет вот он испытывает тот момент когда мы не готов я в этом посмотрел на сына на своего посмотрел на эти деньги убрал то что этом приготовил ту пожертвование все таки я пожертвовал то что сын мой нашел да потому что это было и скитали мои веры и знаете я такой опыт пережил вам и надо же какой интересный опыт и подписать ему на как как приехали сейчас в казахстане были в казахстане когда мы долетели нас пригласили дорожные транспортные расходы сказали покроют и покрыли половину расходов и половину денег вернули тем участникам которых нам приглашали не все правда взяли половину я знаю есть которые решили сами все оплатить но вот половину вернули вот какую часть вернули и мне эти деньги ну так неожиданно деньги часть вернули и потом когда было я думаю вот я на них куплю знаете что я куплю себе соевую корову я уже там а там коровы свои продавались в этом санатории и там продавалась мельница молоть муку такая хорошая мельница вот надо мне как раз муку мельницу это купить вот этой своей коровы так придумал все хорошо и в из этих начинаются пожертвования я забыл деньги я бегу быстренько да время пожертв пока музыка началась о быстренько побежал в комнату забегаю штаны хватаю в карман руку засуга где деньги лежат на пожертвам и не отложил то маленькую сумму ну как маленький приличная 20 евро отложил и garde их удалось desarma триличной медмедии вы считает что нормальная сумма на пожертвовании руку засова я там 200 долларов с этим вытаскивает 200 долларов не в тот карман руку засунул я оцепенел думаешь бы делать я же хотел свой корову купить это а теперь эти 200 долларов я смотрю на них и думаю что же мне делать как вы думаете случайно туда вообще опять не случайно это прошло уже сколько я в итоге смотрю на эти 200 долларов думаю ну боже ты наверное испытываешь мою верность ну хорошо я в итоге эти 200 долларов жертвы проходит на следующий день представьте что происходит наш друг джамалдин со своей женой камилой они стучат дверь я дверь открываю не заносят каждый по коробке она заносит свою корову он заносит вот этот мельница это представьте я в таком шоке мы сереже смирновом комнате в одной жили я говорю вот это вообще чудеса вы представляете ты со своей стороны жертвуешь то что бог тебя побуждает а бог решает твой вопрос и я так благодарен они выходят я сереже расскажу ты представляешь я делюсь с ним я случайно не в тот карман залез достал доллар я их откладывал думаю куплю что вот это вот соевая корова в итоге так получилось и в это время джамалдин зашел и слушает эту историю я вот эти 200 долларов пожертвовал и тут и он я говорю вот вы посмотрите а вы мне подарили вот это все он говорит это же 200 долларов пожертвовал я буду как но если я нашел ты уже бог побуждал он говорит надо же вот дает и ушел проходит какое-то время не возвращается ты знаешь мы с камилой посоветоваться мы хотим 200 долларов пожертвовать они не 200 долларов жертвы я грида неудобно рядом нет и они вот на бок нас побудил я в итоге эти деньги беру молюсь и господи так необычно получается что у меня было вообще по сути билет купили да потом получать деньги вернули я их пожертвовал мне еще столько же дали я господи что мне делать мне бог посылать мысли их тоже пожертвовать другим людям я их жертвы другим людям и уезжаю меня приглашают еще на одну встречу в казахстане меня сказали чтобы мы пригласили павел цай наш брат из казахстана он пригласил меня организовал так что мой билет он был невозвратный поэтому они собрали деньги на новый билет мне чтобы лишь бы я поехал туда еще на встречу к ним и точно такое в город как же город называется их не город тарас город тарас 2000 лет городу этом вот они пригласили меня этот город и я приехал туда на служение и когда я туда приехал у меня средства там уже как-то заканчивались у меня я помню осталось одна тысяча тенге я не знаю сколько это на русские рубли но очень небольшая сумма там где-то порядка 200 рублей наверное а может быть 2 евро да что такое ну вот у меня я посмотрел что все больше нет вот она осталась это я думаю чего ну пожертвую ее уже шум не остается у меня уже как-то я в итоге когда было пожертвование и жертву и после служения ко мне женщина одна подходит виталик мы с моей дочерью хотим вам помочь немножко они мне жертвует 40 тысяч тенге это почти 80 долларов это ничего себе как вот я так вот ну удивился как господь позаботиться представляете дальше что происходит я потом уже ехать домой надо и меня попросили в стокгольме проводить и зум-конференцию я в зум-конференции проводил ну проповедовал и потом я рассказал о том что мы планируем здесь вот организовать медико-миссионерские школы совершать служение и в итоге после этого церковь решила пожертвовать больше 400 евро там 400 чем-то евро я думаю как работает господь взять вот 200 евро дали 200 же евро пожертвовал 200 евро еще пожертвует и еще их пожертвовать в итоге 400 вернули сверху еще 440 тысяч тенге и в итоге как работает господь когда мы со своей стороны доверяем нему нужна ли вера когда бог побуждает на что-то отпустить по водам ну получается что вроде бы до из другой стран ты уверен что она вернется ты может быть нет тебе кажется что вроде не выгодно сейчас вот братья отдавать какую-то сумму но когда ты доверяешь богу и в дело божье бог обязательно приумножить я хочу чтобы вы вот помнили этот момент опыт да то даже если у вас веры где-то недостаточно сделайте этот шаг веры вот господь горит испытайте меня пустите отпустите вы посмотрите что есть законы которые работают законы небесные над которыми ты не властью ничего сделать но надо испытать твою верность готовлю сделать этот шаг не знаю иллюстрация как пастор наш рассказывал вы не роль фокторович он без бывает так жизнь когда человек идет идет подходит пропасти ведь господи куда мне дальше идти и господь ему горит иди вперед он посмотрел при господи куда же мне идти бог уиты не вперед не отвечает бог ну ладно пойду обратно и разворачивается на обоке виде вперед и когда он есть люди которые делают знаете что шаг веры никогда не шаг веры делает в этом момент бог подставляет свою руку и несет их на руках дальше если мы хотим что бог нес нас на руках то нам нужно идти в эту пропасть куда бог говорит действует и и пропасти нам кажется что там опасно что что-то нас ждет меня нас ждет успех если мы идем туда куда бог нас ведет я не имею ввиду пропасть разбиться и между пропасть вот в жизни когда мы не видим чего-то что нас не достает веры и так иаков отпустил детей в египет надеясь на божью милость и не остался разочарованы отец страдающего сына доверил свою боль иисусу христу ожидая милости от него и не остался разочарованным не бойтесь и не стесняйтесь обращаться в любую минуту к иисусу христу уповая не на свои заслуги она его милость и вы не останетесь разочарованы я закончить хочу историю с которой я начал молодой мальчик родившийся в семье преступников и когда он уже подрос и будучи уже сидя в тюрьме когда он молился его зовут найти это человек который попросил бога что господи если ты есть если ты меня освободишь я буду служить тебе и так получилось что каким-то удивительным образом он оказался на свободе всех его в группировке расстреляли убили либо в тюрьме либо на свободе и он остался живой он принял христа как своего спасителя он пошел в одну церковь и увидел там иконы он говорит на слове божьем я не вижу что должны быть кому читал библию и он в итоге искал церковь которые субботу соблюдают и он нашел такую церковь которые соблюдают субботу стал адвентистом 7 дня он арганит перезанял денег он купил себе экскаватор нанял человек он сам не умел работать наSir кого ты нанял человека тот работал на экскаваторе заработают деньги он купил ещё одну спецтехнику еще у нее теперь авто парк спецтехники он купил себе то что я знаю и он купил гостиницу какой-то построил магазины это сегодня очень известный бизнесмен который жертвует на церковь большие деньги и очень интересно что некоторые люди горят слушай ты либо из церкви воруешь и что у тебя такой успешный. Либо наоборот, одни говорят, что ты все в церковь, сколько же ты можешь нести в эту церковь. А другие говорят, слушай, похоже, ты из церкви подожди, что у тебя столько всего богатства, столько. А он все делает честно и справедливо. Вот он однажды, даже такой интересный пример, он рассказывал опыт свой, что в церкви у них висели такие люстры. А он говорит, я был, когда в Дубае, я видел там такие красивые люстры. Он говорит, так у меня сердце загорелось, что такие красивые люстры висят где-то там. А то бы в церкви такие. И он молился, заработал денег, поехал в Дубае и купил для церкви специальные люстры, которые сейчас висят в самой церкви. Знаете, когда человек принял решение посвятить свою жизнь Богу, молился он, вера была у него нет, как вы думаете? В тот момент, когда он сидел в тюрьме, его приговорили к расстрелу, и он понимал, что это все не шутки. И он обратился к Богу. Остался он разочарованным или нет? Нет, нарезанном. Когда Господь работает с нашим сердцем, мы должны откликаться на голос Духа Святого. И если мы молимся, то мы даже не сомневайтесь, Бог нас не оставит. Закончу желанием веков. 429-я страница, снова вот этой цитаты. Вера приходит через Слово Божие. Тогда держитесь его обетования, приходящего ко мне не изгоню вон. Друзья, когда мы придем к нему, наша задача прийти к Иисусу. Он не изгонит нас вон. Припадите к его стопам с криком «Верую Господи! Помоги моему неверию!» Вы никогда не погибнете, пока будете поступать так. Никогда. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, разошлите ее вашим друзьям и близким по соцсетям и группам. Поставьте лайки, напишите хотя бы небольшой комментарий. Таким образом, видео станет более популярным, его смогут увидеть большее количество людей. И кто знает, возможно, благодаря вашему участию, ни одна душа обретет вечность, слушая ценные вопросы, связанные со Священным Писанием. Божьих вам благословений! Спасибо за ваше участие! И в заключение хочу сказать, что, друзья, сегодня есть время, чтобы нам изучать Священное Писание. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Изучайте библейские уроки, проходите их сами, предлагайте вашим родным и близким, молитесь за них, чтобы они узнали истину, потому что вера будет рождаться только тогда, когда они изучают Священное Писание. Предлагаю изучать библейские уроки, и все желающие могут подписаться и написать мне в WhatsApp и Viber. Хорошо, друзья, приглашаю вас к молитве. Давайте мы с вами помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, Господь и Бог наш, мы очень благодарны тебе, что ты учишь нас на библейских историях, что если люди придут к тебе, ты не изгонишь их вон. Если грешник придет к тебе, ты не изгонишь его вон. Если человек, который ошибался и маловерный, но он обратится к тебе, то ты не изгонишь его вон. Господи, спасибо тебе большое за это. И мы просим, помоги нам сегодня браться за большее, стремиться к тому, чтобы не бояться просить тебя о большем, Господи. Мы просим тебя благословить, чтобы в Будве была церковь твоя, чтобы большее количество людей узнало истину. И у нас веры где-то не хватает, мы просим, Господи, помоги нашему неверию. И в то же время мы просим, дорогой Господь, используй нас по максимуму. Даруй нам мудрости, что и нам как делать, чтобы ты был прославлен. Просим за церковь по всему лицу земли, Господи, пробуди народ твой. Даруй мудрости святого духа служителям церкви, пасторам, чтобы они могли вдохновить каждого на служение. Я прошу, дорогой Господь, ты помоги нам, помоги нашему неверию и соверши через нас ту великую работу, которую только ты можешь сделать. А мы со своей стороны с радостью будем откликаться на твой призыв, говоря, вот я, Господи, пошли меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова